Инспекция Федеральной налоговой службы России по Гагаринскому району Севастополя напоминает жителям города, долги по имущественным налогам нужно оплачивать вовремя. Если вы забыли о платеже, то сумма будет ежедневно увеличиваться за счет пении. Ложнику направят требование об оплате. В случае, если долг так и не будет погашен, налоговая обратится в суд. В случае несвоевременной оплаты имущественных налогов, инспекция направит налогоплательщику требование об уплате налогов сборов. Отсутствие оплаты по требованию влечет за собой уже подачу заявления в суд о взыскании в принудительном порядке. Налоговая служба самостоятельно может взыскивать эти долги путем направления в банк судебных приказов. И уже банк с расчетных счетов списывает денежные средства в счет погашения задолженности по имущественным налогам физических лиц. О погашении долгов не стоит забывать и владельцам малого бизнеса. Страховые взносы нужно оплачивать, даже если предприятие не ведет какую-либо деятельность. Сотрудники налоговой службы уточняют, чтобы избежать задолженности, лучше отказаться от статуса индивидуального предпринимателя. При наличии задолженности налогоплательщику направляется требование об уплате по истечению срока, указанного в требовании при отсутствии оплаты. Дальше уже инспекция обращает взыскания за счет денежных средств с налогоплательщика на счетах в банках. При отсутствии денежных средств так же самое приостанавливаются расходные операции по счетам. При отсутствии денежных средств на счете уже так же мы передаем, выносим решение об взыскании за счет иного имущества налогоплательщика. Проблема просроченных налоговых платежей особенно важна и актуальна в период отпусков. Неприятным сюрпризом для должника станет запрет на выезд из страны. При наличии задолженности службы судебных приставов вправе ограничить выезд налогоплательщикам за пределы Российской Федерации. И это установлено в федеральном законе об исполнительном производстве. При наличии задолженности свыше 10 тысяч рублей, а также если гражданин признан банкротом. Исключить долги поможет единый налоговый платеж или авансовый кошелек. Новая функция появилась в этом году и помогает физическому лицу через личный кабинет налогоплательщика оплачивать имущественный, земельный и транспортный налог одним платежом. Таким образом, севастопольцы могут заранее откладывать деньги на следующие счета. При наступлении срока уплаты налоговая инспекция самостоятельно зачтет платеж. Наплачивать его могут и третьи лица, но требовать возврата денежных средств может только налогоплательщик. Узнать о наличии задолженности можно с помощью интерактивного сервиса личный кабинет налогоплательщика или физических лиц на сайте Федеральной налоговой службы России через единый портал государственных услуг либо МФЦ. Федеральная налогоплательщика